В конце августа, в преддверии нового учебного года, педагоги со всей области собираются на августовскую конференцию. Это подведение итогов работы за минувший год. Традиционно учреждениям образования Гродненщины есть чем гордиться. Так, в этом году гродненские школьники получили 38 стобальных результатов по централизованному тестированию, что больше прошлогоднего показателя. 33 диплома привезли ребята с финального этапа Республиканской Олимпиады по предметам, а также победы на международных олимпиадах и конкурсах. И эти результаты стали возможны не только благодаря труду самих учащихся, но и профессионализму и высокой квалификации их учителей. Во-первых, мы должны сами расти, тоже мы должны развиваться. И у нас в колледже это очень развито, потому что мы неоднократно ездим на мастер-классы по различным направлениям. Это и по шоколаду, это и по карамели, и по шоколадным конфетам. Поэтому благодаря нашему руководителю мы в первую очередь растем, а затем уже за собой ведем своих учащихся. На августовской конференции лучшие представители педагогического труда региона получают свои награды, в том числе знак «Отличник образования». В этом году в области семь обладателей данной награды. Те, кто по результатам работы прошлого учебного года признан лучшим, традиционно делятся секретами своей успешной работы. Конечно, сегодня важен учитель, профессионал своего дела, который может взять за руку ребенка и увести его в мир знаний, будучи при этом исключительно интересной личностью для ребенка. Поэтому он должен шагать в ногу со временем. Он должен быть в социальных сетях, там, где находится ребенок. Он должен общаться с родителями и понимать их запросы, которые они сегодня выдвигают в школе. Сегодня должно быть налажено межведомственное взаимодействие, такое актуальное и такое необходимое, потому что ряд специалистов владеют большими компетенциями, нежели сам педагог. Это все очень важно. Четвертая четверть прошлого учебного года вышла особенно непростой и напряженной. Многие в силу эпидемиологической обстановки предпочли перейти на дистанционный и удаленный режим работы. Впрочем, эта методика показала себя эффективной и в дальнейшем, подчеркнули учителя, будет использоваться уже в симбиозе с традиционными подходами в обучении. И хотя радикальных изменений в работе в 2020-2021 учебном году не намечалось, поддержание и улучшение уже имеющихся методик это не отменяет. Серьезное внимание будет уделено стратегии работы учреждения образования в социуме, внутри с близлежащими структурами общества, которые получают эффект и выгоду от работы школы. Это и семья, и дети, и сотрудники учреждения образования, средства массовой информации, органы государственного управления, совершенствование воспитательной работы в учреждениях общего и среднего образования, развитие системы дополнительного образования в Гродненской области. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok